Друзья, всем привет! Сейчас у нас будет обзор, распаковка. Много запросов. Сравните Sven, сравните то, смотрите это. По крайней мере, давайте начнем с Sven, потому что там многие спрашивают, что сравнить мне Sven, вот эту данную модель PS800 с колоночкой Fiera. Вот она, Fiera Emotion, то есть кто какой задавит. Хотя у Fiera, по-моему, заявлено 162, друзья, здесь заявлено 100 ватт. Колоночка недорогая, кстати, очень даже по цене доступной. Ну, опять же, заявляет 100 ватт, друзья. Ну, будем сравнить, опять же, правильно, чем с Eltronic. Сейчас еще добавляет новый бренд, Mimo называется. Вот так они тут выглядят. Разные еще модели есть, поэтому пока давайте распакуем. Просто в первый раз в руках держу данную модельку. То есть коробка, в принципе, красивая, все отлично, как бы, все супер. Знаете, чем еще огромный плюс у данной модели, вот, как бы, такие, да, ручки, чтобы можно было нести. Но тут, может быть, и минус, понимаете, потому что, мало ли, где-то дождь и все остальное, чтобы туда ничего не задуло, не залетело. Ну, ладно, сделал производитель, сделал это весь хорошо. Все ручки, не надо скотчем наматывать, да, если что. Так, давайте сейчас мы ее раскроем и посмотрим, что же у нас за Sven, потому что много про рассказывал за данную модель. Вот мы видим, да, немножко ее, друзья, джобнули, заломили. Так, сразу мы смотрим, ну, все, как у всех. Еще такого нету. Сейчас, давайте, сейчас, мы с этим прям. Так, это у нас, я так понимаю, гарантийный талон, соответственно, да. Ну, тут хрен ночевал, тут никто ничего не заполняет, соответственно, потому что куплена была данная продукция. На маркетплейсе. Вот, не буду называть, каком. Так, ну, соответственно, никто не заполняет. Ну, там можно будет обращаться, как бы, да, в сервисный центр. Ладно. Вот такая вот инструкция. Вот так, мы тут видим на английском языке. Дальше на русском все. Ну, в принципе, все понятно. Все понятно, почитать, я думаю, разобраться. То есть, для меня, по крайней мере, точно все понятно. Пульт, вот такой, в принципе, пульт хорошенький. Не самый дешевый, как бы, делать. Ну, такой приятный. Небольшой, аккуратный, в форме нет. Так, AUX. Достаточно добротный такой кабель, друзья. Это есть плюс. И он такой длинный. Это тоже плюс. Ботарейки в комплекте. Это плюс для пульта. Ну, такая вот зарядка, друзья. И еще, знаете, чем хорошо делать такие зарядки, что зарядка идет, знаете, штекер не прямой, а такой, как бы, изогнутый, да? Вот. Это и есть хорошо. Чтобы не было перелома здесь. Это тоже плюс, друзья. Насчет этого всего, тут вопрос нет. В этом плане соглашусь. Так. Смотрим. Ручка сверху. Сейчас мы ее достанем. Колоночка не тяжелая. Там, что напишет производитель? Сейчас напишем. Веса нет, случайно? Угу, угу. NFC что-то тут. Хрен за это будет разбираться. Что-то такое. Так. Она более подробно расписана. Так. Аккумулятор здесь, друзья, 4,4. Вес 5,2 килограмм. Ну, высота у нее там 568 мм. Она небольшая. На 312. Так. Два динамика. Угу, угу. Угу. По 50 ватт. На диапазон 40 на динамика. Ну, в принципе, все как понятно. Аккумулятор, конечно, здесь, ну, слабоват. 4,4 мАч. 1000 мАч. Так, ладно. Угу. Угу. Для 100 ватт, друзья, 4,4 слабовато. Хотелось бы побольше, но, тем не менее, стоимость вообще, там, копеечная, можно сказать, да, для такого звука, как же являетесь. Сейчас посмотрим. Ну, по весу, конечно, да. Я не думаю, что нам выдаст 100 ватт. Хотя, знаете, вот с Fiera, как бы, да, тоже немножко удивились. Но все равно, я расскажу больше по поводу Fiera. Знаете, сразу же, к слову, не все люди приезжают, покупают. Я их не продаю, друзья, я просто взял для сравнения. Просто показал, как бы, да, люди все смотрят, не все выбирают Fiera. Там потом расскажу, потом будут отдельные ролики. Я объясню, почему. Да, потому что все тут, там, фанаты, знаете, такие, рублевые, как, значит, ну, тут, да, он, там, насобирал, там, 10 тысяч рублей, там, да, и начал, все, он тут, с нее, прям, короче, победил все акустерские системы. Нет, друзья, не надо об этом рассказывать, что там, прям, все, там, прям, как это. Звук, да, где-то есть хороший, да, но, там, ряд моментов, которые немножко не устраивает. Ладно. Ну, что, на первый взгляд, друзья, давайте мы даже куда-нибудь поставим. Вот, прям, прям на Alltronic'e поставим. Да, вот так вот. Не то, что на Alltronic'e поставим, просто на коробочку поставим. Но не забываем, да, друзья, что у нас есть Alltronic. Ну, так, к слову. Так, друзья, ну, что, все просто. Я не ожидал тут более, там, на эту стоимость. Стоимость, что-то, я нам не стал, не знаю, там, тысяч, по-моему, 11, что-то такое, в районе того. Вот. Обрезиненные подножки такие на бок можно класть, ну, добротно. То есть, не пластиковые такие, как бы, хорошие, хорошие, спора нет. В этом плане, да, решеточка. Выборный логотип Sven на решетке. Наклеечки. Это так модно сейчас клеить, как бы. Ну, пластик такой простенький. Все такого, как бы, ничего. Запах слегка есть. Не сильный такой. Есть фазик, мы видим. Наклеечка. Так, даже есть 05-23-е. Сиренник. Это хорошо. Только, знаете, вот сейчас вот вытаскиваю, я таки, ни хрена не понял, что это такое. Вот такая вот ерунда. То ли ты клей, как бы, да, то ли вот, видите, да. Ладно, это разберемся. Это косметический момент. Как бы, это может быть, если это пластик не оттирается, тогда товарищи производители, да, или кто их там продает. Вот, имейте это в виду. Ну, так и сяк. То есть, ну, это некрасивая такая. Хотя могу ее вернуть, конечно. Да, то есть, ну, надеемся, как бы, да, на понимание, как бы, ладно. Попробуем тереть, потому что у меня она не для продажи, не для просто для сравнения. Так, друзья, ну. Угу. Ну, в принципе, так. Ничего там особенного, да. Такая, знаете, бочонок-болваночка, как назвать. Вот, ручки сверху, ну, отчасти это удобно. Это бывает на маленьких колонках сзади не особо удобно. А тут сверху, как бы, ну, если даже с собой куда-то брать, она считает, и 5 килограмм. Не, нести удобно. В этом плане хорошо. Вот. Ну, сейчас будем дальше, друзья, разбираться. Так, друзья, и продолжение у нас по СВН ПС-800, друзья. Ну, что по внешнему виду сказать. Да, косяки я тут сразу вот увидел, видите, да, вот хрень вот эту. Ну, ладно, я понимаю, что, может быть, не на всех, всякое бывает. На это не будем сильно заострять внимание, но он есть. То есть, поэтому я ее могу, в принципе, вернуть. Какой-то сопляк этот, как бы, не по душе тоже. Ну, так как она у нас не на продажу для этого. Ладно, мы подумаем. Так, ну что, по панели управления. Что тут можно посмотреть? Так, крутилочки громкости, я так понимаю, у нас, наверное, микрофон. А, кстати, микрофон. А, микрофона в комплекте нет, друзья. Микрофона в комплекте нет. Есть только, друзья, подпроводные два микрофона. Дальше громкость на колонку у нас. Дисплейчик мы видим, такой небольшой. Кнопка включения. Индикатор заряда у нас. USB. Так, TF-карт. AUX. 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 Кнопочка AMOD. Так, подсветка у нас. Меню, ты понимаешь, нажимаешь, регулируешь. Сейчас мы включим, перемотка назад, плей пауз, пленка вперед. Ну, в принципе, все просто. Ну, давайте включим. Ну, подсветочка как бы так, все простенько. Так, а что у нас по динамикам? Какие размеры? Что-то таки не увидел. Сейчас посмотрим. Ладно, по динамикам потом будем смотреть. Может, инструкция написана. Ну, судя с виду, здесь, наверное, сколько? Шесть с половиной, пять дюйма, шесть. Вот так вот. Где-то так. Ладно. Так, ну что, давайте поставим флешку. Попробуем. Что такое? Попробуем. так друзья динамики давится сразу грех звенит там что-то то ли песчалочка звенит то ли не знаю подсветка здесь сейчас переключаем долгим нажатием кстати зажимаете до меняется положение ну про тут уже более симпатичненько прошло да так что имейте ввиду краткие нажатия просто переключайте цвета долгим нажатием вы переключаете положение можно вообще отключить вот такой прикольный сигнал что-то ты рубил на максим так друзья это на максимальных давайте сейчас попробую немножко бас убрать так высокий оставить их не хватает давайте бас немножко на пятерочку поставим а а а Так, друзья, ну 100 ватт. Давайте, знаете, как мы сделаем? Мы, наверное, еще сейчас добавим сюда зарядку, потому что подсаживается, да? Сейчас, секунду. Может, действительно, будет громче играть. Ну, что сказать по звуку? Звук грязненький, скажу честно. Я не увидел там сверху ничего такого прям. Высоких, конечно, немножко не хватает. Попробую там эквалайзер, эквалайзер покласс, конечно. Ну, это уже на пульте будет. Так, где у нас тут? Вот он. Что, он врубает уже навсю, да, и начинает подсаживаться. Да, вот немножко диски я убрал, как бы, вот в этом у нас. Так, что бы я еще хотел, знаете, что я сейчас попробую? Вот возьму вот такой вот сейчас малыш, друзья, конкретно Миво, который тоже тут соточку обещает. Ну, вот чуть-чуть будет побольше. Вот сейчас даже по звуку. Смотрите, сейчас. Ну, давайте ради прикола сейчас вы смотрите. Сейчас мы вручим. Кстати, что у нас по цене мимо будет? Сейчас я вам посмотрю, скажу. Так, это у нас модель какая будет? Модель 802. Так. Ну да, правда будет дороже. Рублей так будет стоить, там нет, 17-18. Это у нас, ну, разница, конечно, грубо говоря, в пятак где-то будет разница, да? Ладно. Ну, здесь, друзья, идут два микрофона уже. Корпус MDF. Ну, при этом просто взял любую другую модель такой же мощности. Так. Сейчас найдем эту песню. Сам начнем этот трек и закрутим. Просто интересно. Классик поп-рок. Ладно. Друзья, это не то, что я прям специально там пытаюсь там придавить там свэн. Нет, друзья. Просто много людей спрашивают. Вот так и так. Прям вообще равных нет. Цена, качество, дешево. Друзья, ну, что на мое мнение, да? То есть вот косяк показал. Какая-то сопля, да, здесь висит пластиковый. Ладно, это мелочи бывает. Во всяком любом производителе может быть. На это не обращаю внимания. Ну, все-таки она мне попалась. Так, что касаемо по звуку. Накручишь на максимальных... Главное. Есть звон такой какой-то, да, там, какое-то журчание какое-то есть. Это уже неприятно по звуку, да. Что касаемо, высоких частот немножко и не хватает. Хотя музыка с флешки там, да, то есть записано нормально. По подсветочке, друзья, с диодами, конечно, кисловата. Ну, как бы нормально, но цвета такие не особо сильно насыщенные, да, то есть такие, как бы, бледновато. Ну, пойдет, пойдет. По дизайну, в принципе, да неплохо. Своебразно интересно. Ручка удобная, спору нет. Все как бы такой большоночек, знаете, как бы. Ну, друзья, опять же, опять же, смотрите, что касаемо цены и качества, то есть тут вопросов нет. Ну, нет микрофончиков, да. Обычно сейчас все идут, как бы, да, вкидывают, как бы, здесь нет. Вот, поэтому, ладно, не беда, это можно докупить. Если кому-то он не нужен, значит, он не нужен. Вот, что еще? Коробочка, в принципе, прикольненькая, красивенькая. Все, ну, как чисто, как, может, на подарок кому-то, да. Ну, что касаемо, как бы, друзья, за такую стоимость. Я же говорю, что-то купил, порядка, стало мне там порядка 10 тысяч, плюс-минус, там, копейки. Вот, в принципе, 100 ватт, конечно, ну. Хотя тут тоже многие пишут 100 ватт, друзья, ну. Звук, правда, вот если по пятибалльной шкале, честно, ну. Если брать цену, брать, слушайте, ну, на 3,5. Звук на 3,5. Особенно, когда врубаешь на всю, вот, там, журчание какое-то. Ну, что сказать, друзья, в целом? Да неплохо, неплохо за эти бабки, в принципе. Ну, есть ряд моментов, да. Ну, если хотите, конечно, чистый звук, да, чтобы там прям аккумулятор хороший. Ну, друзья, то есть, конечно, тут, по-своему, не то, что я не могу ее не рекомендовать, да. То есть, как по деньгам, друзья, ну, это прикольная штучка, да. Ну, все-таки вот ряд вот недостатков есть. Ну, а что вы хотели? Хотели это что-нибудь помощнее? Пожалуйста, я бы поярче, почище, друзья. Ну, это стоит дороже. Все просто. Насчет данной модельки, ну, честно, я примерно так и ожидал. Я не ожидал больше. Вот, честно, я не ожидал больше за эти деньги, то есть. Так что, друзья, вот такой будет обзорчик. И товарищи, там, со Свен, да, там, представители и прочие там, кто может там будет смотреть это видео. Друзья, я ни в коем случае, ну, друзья, не назову товарищей, да, я ни в коем случае не скажу, что мне она не понравилась, да. Да неплохо. За эти деньги, в принципе, нормалек. Нормалек, да. Но все-таки, если брать на свое мнение, брать по сравнению, допустим, а потом по почве сравню, друзья. Сравню и с Вьера, который там вот прям все. Потом сравню с Ультроником, да. Ну, друзья, ну, опять же, если выбирать Ультроник, выбирать, то есть, такой уже формат небольшой. Я бы, допустим, поставил 2012 бы сейчас, да. Она, в принципе, там, почти такой размер, тоже 100 ватт, но она дороже, друзья. Она дороже, там будут рублей как минимум на 5, на 5, на 6. Ну, там идет два микрофона, 7000 аккумуляторов. Ну, звук совсем другой. Я вот просто сделаю сравнение, чтобы просто, друзья, понимали. Многие тут, которые раскрывают рот, особенно в комментариях, да я там то, это все говно, в прямом смысле таки называют. Это я купил там, зачем переплачивать, друзья. Ну, тут нужно сравнивать. Так что, в принципе, это нормально. Ну, относительно, можно сказать. Так что, спасибо, друзья, за внимание. Может, кому этот ролик понравится, может, не понравится. Ну, ставьте пальчик лайк, подписывайтесь. Еще покачаем дальше, сделаем обзоры на модельки. Всем спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok